Субтитры делал DimaTorzok 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 Допустим, когда у меня случилось что-то, адвокату мне должно было оплатить 300 фунтов в час. 300 фунтов в час. Вот такая зарплата у адвокатов англичан. Но так как я была студенткой, мне любые денежки были нужны, поэтому я зарабатывала так. Скажем так, для иммигрантов это нормальная стоимость. Люди, которые приезжают только по студенческой визе, как я, или кто-то подрабатывает строителем или еще кем-то. Это нормальные деньги, это минимальная ставка. То есть для начала это нормально. Но, конечно, для того, чтобы там жить, я как бы там... Ну, если платить за квартиру, это очень мало. Но я была нянькой у англичан и жила у них, поэтому я квартиру не платила. И для меня это были нормальные деньги, я за счет этого оплачивала свой университет, можно так сказать. А относительно отношения, раз оставляют чаевые, то есть, видимо, в среднем, там действительно тоже лучше относятся, чем в России, к сотрудникам гардероб. Потому что вчера мы общались с молодыми ребятами, они работают в большом, честно, какое-то пространство, где больше 30 баров в одном месте, они работают в гардеробе, там такая целая служба, человек 15, наверное. И они говорят, что хоть пьяный человек, хоть трезвый, ну, такие пренебрегательные, достаточно пренебрежительные отношения. По поводу отношения, ну, вообще, можно сказать, что в Англии вообще прекрасное отношение к сервису. Никакого пренебрежения к своей стороне я, к своей персоне, не почувствовала. Но вообще, надо сказать, английский клуб джентльменов, это, ну, я не знаю, не сравнимо, наверное, с пабами, с барами. Все-таки это такое высокопарное, так скажем, место. Я там должна была быть в дресс-коде на каблуках, то есть, ну, как ресепшн, что ли, в отеле или как-то так встречать, всегда улыбаться. Ну, так принято в Англии, и все, кто с другой стороны, точно так же себя ведут, и точно так же, как бы, никакого негативного отношения к себе я никогда не испытывала. Не то, что работая в гардеробе, а вообще никогда. Ну, вот, как-то у меня так сложилось мнение, все такие добренькие там, что прямо приятно жить, все улыбаются, и ты сам становишься таким добрым. Относительно, может быть, усталости, это действительно сложная работа или нет? Относительно, ну, для меня этапами, можно сказать. Когда большой наплыв, я работала одна в маленькой комнате, и это было сложно. Но потом, как бы, ну, такие, когда они уходили там тусоваться, и такие прогалы у меня были, я просто сидела, смотрела фильмы в своем компьютере, мне это разрешали делать, читала и делала какие-то свои, ну, задания по университету. Так, как бы, после смены я, конечно, валилась с ног, но это, конечно, на каблуках, потому что и, ну, просто мне вот скучно просто сидеть. Иногда приходится долго сидеть, и даже не знала уже, чем заняться. Но люди приходят, кстати, просто пообщаться, что-то поговорить. Очень хорошее отношение персонала, менеджеров, охранники постоянно приходили, спрашивали, как у меня дела, смотрели, все так. В общем, заботились, чайник, кофе приносили. Было просто шикарно все. А потом, конечно, вот, так как ночная смена, мне приходилось отсыпаться долго, ну, наверное, до полуния. У вас в каком времени уже был прям крутой близкий? Нет, у меня тогда, я только, я поехала туда учить английский сначала и потом поступать в университет. Я вот только поступила в университет, ну, так, у меня было 6,5 IELTS. Ну, не сказала бы я, что я очень хорошо знала английский. То есть я могла что-то объяснить, да, там еще приходилось объяснять, как взять такси, где мы находимся, такие вопросы сейчас. Ну, я говорю, как на ресепшене в отеле. Ну, то, что ты конкретно знаешь уже, как объяснять людям, ты спокойно это рассказываешь. Но иногда был такой язык, который ты не понимаешь, потому что это сленг. Сленг, я не обучалась сленгу, и как бы сложно было понять людей. Ну, я знала благодаря IELTS, я на тот момент очень много уже поздавала его, как переспросить, если что-то я не понимаю, уточнить. И мне люди рассказывали уже простым языком, лишь бы я поняла. И прям буквально последнее спрошу. Мы просто сейчас к этому моменту сняли 3 больших эпизода, отработали буквально, получается, по целому, с гардеробщиками. Одна из них работает в РДН, потому что она мечтает поступить в РДН. И она учится языки таким образом. Там такая, где-то, наверное, где-то 35 женщина. Потом мы снимали пенсионерку в Амхате, которая на пенсии вышла в специальный театр, потому что она обожает всю эту тему, там, видеть актеров. Она вся воодушевлена этим. И вот в барном таком сообществе, где много заведений различных, не все про алкоголь, там работают молодые ребята. Но вот все они говорят, что они довольны и работой, и в формате подработки, и что там, не знаю, это не сильно сложно. Но есть какой-то такой воздух, и витает какая-то, как, не знаю, осуждение, что ли, что как будто бы какая-то дурацкая работа. Не знаю, мне было очень приятно работать. Ну, я не знаю, я не работала с русскими, может быть, там действительно какое-то негативное такое отношение идет. Но в Англии я такого не заметила. Все как бы доброжелательные, дайте нам, пожалуйста. Я говорю, пожалуйста, можно ли там из кармана что-то достать? Люди мобильники оставляли и так далее. Ну, не знаю, я, ну, как бы я с удовольствием шла на эту работу, можно так сказать. Иногда я даже после этого подрабатывала, там даже не такие большие чаевые были. Но все равно, как в качестве подработки, это очень хорошая тема. В качестве работы я не знаю. Если возможно на эти деньги жить, то значит нормально. Но, как бы да, у нас чувствуется, что у нас негативное такое отношение к гардеробщикам. Вы мне как бы обязаны. Там все-таки, я говорю, к персоналу, к любому обслуживающему персоналу, к дворнику, к почтальону, всеуважительно и как бы даже с поклонами. Ну, это мое такое, может быть, субъективное мнение, не знаю. Но мне очень нравилось там жить вот именно благодаря тому, что люди, независимо от того, а там еще, знаете как, ты можешь работать гардеробщиком, но при этом ты можешь быть миллионером. Поэтому там как бы такая тема ходит, классовости что ли. Ты не знаешь, с кем ты на данный момент разговариваешь. То есть миллионер может просто ради прикола пойти и поработать там на каких-то низших должностях. Поэтому там нету такого, что ты тут сидишь, такой гардеробщик, а я уже вот всего добился. Там нету абсолютно такого вот как-то неравности что ли в отношениях. Поэтому все всегда, независимо от того, кто перед тобой, там, уборщик или, я не знаю, какой-то, ну, в общем, обслуживающий персонал, всегда на равных разговаривают. Или, по крайней мере, это чувствуется иногда какой-то снобизм свысока, когда ты чувствуешь, что перед тобой человек действительно аристократ какой-то или высшего класса. У них совсем другой стиль речи. Это я уже потом стала понимать, чуть-чуть попозже, когда уже начала с англичанами общаться. Но явно какого-то, ну, даже, я не знаю, складочки, морщинки не дрогнет у них на лице, чтобы ты понял, что они к тебе относятся так как-то снисходительно. Никогда такого не было. Лица людей я умею читать, особенно англичан. Мне приходилось учиться понимать, что они имеют в виду, потому что, ну, во-первых, язык абсолютно другой, ты и пытаешься понять. А во-вторых, все-таки англичане как-то, ну, как говорят, умеют, холодная губа, что ли это у них называется, умеют вести себя так с достоинством, что ты никогда не поймешь, что он на самом деле о тебе думает. Мне приходилось читать и понимать их лица, и понимать, что они на самом деле обо мне думают. Ну, не знаю, не встречала я такого лично ко мне негативного отношения. Супер, спасибо. Все рассказали, в целом, больше вас не мучаем. Нормально? Ну, хорошо. Все, спасибо, с праздником. Пока-пока. Отдыхайте уже. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok